Здравствуйте, моя дружина, мои подписчики, моя дружина. Я пошла на пункт выдачи посылок на Балберис. Мне пришла вчера вечером посылка, я утром сейчас дождалась, 10 часов, и пошла. Пойдёмте со мной получать. Сегодня будет обзор у меня. Обзор товара. Ну, в общем, вот получила я посылка, которую сегодня буду рекламировать, обзор делать. В общем, вот так как-то надо. Это не надо, это другое совсем. Ну, всё. Принесла домой это чудо-средство. Сейчас буду его открывать и мыть что-нибудь. Я сегодня рекламирую чистящее моющее средство. Чудо-очиститель называется. Сейчас мы его распечатаем и попробуем посуду помыть. А потом я ещё попробую кроссовки белые помыть. Ну, в общем, вот так вот они запечатаны. Их два. Цена у них вместе 923 рубля захватила. Откроем один. Чайник закипает. Сейчас, значит, вот у меня мизочка такая. Тазик. Заодно и дундышко отмою. Значит, на литр чая кладу тревожки. Чтобы лучше сковородки у меня отмылись. Наливаю кипяток. Пошла реакция. Вот такая реакция идёт. Всё кипит, бурлит. Поближе посмотрим. Значит, у меня вот такая сковородка. Со старым нагаром. Со старевшим. Я её, конечно, кипятила во всяком разном. Но ненадолго. Не уронить бы телефон-то сюда. Она ещё и не тонет. В общем, вот так сейчас её замочим. Она плавает. В общем, подождём. Ещё у меня здесь есть три ложечки. Они все из-под кофе, из-под чая пожелтели. Мы их тоже подождём. Пусть. А пока сковородка моется, пойдём в ванну мыть кроссовки. Попробуем. Посмотрите, прямо на глазах всё отходит. Я ничего ещё не шоркала, не делала, не мыла, не прикасалась. Уже начинается. Реакция всё отходит само по себе. Посмотрим, что дальше будет. норма нужно класть. Полторы ложки на литр. Я положила три литра. Ой. Три ложки положила в столовых. И долила ещё один чайник воды. Два литра. Значит, три ложки на два литра получается. А на один литр полторы надо ложки. Ложки. В общем, добавила ещё один литр, ещё полторы ложки, чтобы всё скрыло. Ждём 10-15 минут. Потом проверяем результат. Ещё я хочу вот такие кроссовки у меня. Я их стирала, отстирать не могу. Они почему-то чернеют вот здесь. Не отстирываются. Сейчас попробуем этим чудо-средством. этим чудо-средством попробуем отстирать. На литр также кладу полторы ложки на литр. Заливаем кипятком. Пошла реакция. Сейчас приостынет, я буду мыть эти кроссовки. Сейчас реакция пройдёт. Ну вот да, чуть-чуть отстыла. Взяла губку. Шнурки здесь не вытаскиваются. как-то здесь всё прошито, всё запечатано. так буду мыть. Вот мывается. Не ожидала. Я и зубной пастой их мыла. Но паста зубная у меня попалась цветная. И поэтому она у меня не отмыла. Надо было белую. и порошком, чем только не мыла. И хозяйственным мылом. А вот это средство отмывается кроссовок-то. вон какие становятся как в магазине так с магазина. и подошва побелела. подошва не обязательно. Главное вверх. все чисто. Вот посмотрите какой этот был и какой стал. Не ожидала. 5 минут губкой 5 минут усилий губкой и все кроссовки беленькие. А то ведь невозможно было. Хорошо, что я нашла такое средство. чтобы ходила в черных кроссовках вязаных. Мне не охота было в них ходить-то уже. Они же не отстирываются. Мылом хозяйственным мылом и порошком и зубной пастой. Чем только в интернете не вычитывала. оказалось надо вот это средство было сразу убрать. Как хорошо, что он мне попался. Вот все прелесть. Чистые кроссовки. Сейчас пойду их на солнышко. На балкон высушу. Сейчас я прополоскаю. Внутри все промою. Прополоскаю и на улицу на балкон. Так что вам рекомендую покупать килограмм. Там килограмм порошка 925 рублей стоит. Недорого за килограмм. Подошву нужно еще конечно помыть. Но не обязательно. 15 минут нужно подождать. Подожду 15 минут подошву будет такая же белая. Пусть постоит. Вода немножко остыла. Посмотрим. ну все отмылось. Все легко отошло. Все стало чисто беленько. даже никаких усилий не надо прилагать. Ложки блестят. Были все в чае желтые, а теперь все блестят. и здесь тоже. Здесь это это не чай, это просто что тут шоркалось. Это наверное вот так вот. Шоркали оно не теперь. Оно обожженное. Это это не чай, оно обожженное. Вот чистенькие вилочки. и это тоже блестит как новенькая. И это тоже чистенькие все. Все отъела. Так, теперь посмотрим скалоретка. сковородку надо наверное покипятить. Я так думаю покипятить. так просто она не отойдет. все равно уже начинается отходить начинает. покипятить. ее сейчас еще поставлю покипятить. Не надо делать поспешных выводов. просто просто мало постояло и сильно пригорело. я ее сейчас поставлю покипятить еще и потом вернемся к ней. друзья ну в общем мне пришлось повозиться с этой сковородкой. она у меня какая получилась. Тут я пришлось применить ножичек и шкурку наждачную и тут не стало много потому что блины потом пригорят. Это знаете вы не думайте что это средство плохое. средство хорошее. Просто я плохая хозяйка. Надо было не допускать до такого степени сковородку. Надо было чистить ее после каждого применения. Поэтому если я еще покипячу полчаса просто жарко я мало кипятила и зимой когда будет холодно я прокипячу еще раз ну или вот может на днях когда будет холодно на улице еще покипячу и это все отойдет. Я думаю у меня у одной такая сковородка думаю у других хозяек такого нету и они такого не допустят в сковородку. Средство средство хорошее. Я первый раз сегодня рекламирую и поэтому ошибаюсь. Тут в общем килограмм два пакета пришли два этот пакет еще один два пакета по килограмму по килограмму два килограмма за 923 рубля два килограмма думаю это много и это недорого мы покупаем пачки в магазине другие там то на то и выходит в общем ну там другие правда а этот хорош тем что он можно стирать детям он безопасный для детей и все и можно делать у кого есть маленькие дети и загрязненные вещи так что в общем делайте выводы сами решайте сами выбор за вами порошок рекомендую отмывает хорошо только не надо запускать до такого кроссовки чистые я их не могла отмыть простым простыми средствами а этот вот у меня отмылся так что берите рекомендую рекомендую выписывайте на валберис девчонки поддержите меня я сегодня первый раз это рекламирую это обзор делаю дальше больше будет научусь я же не еще не умею не торгашка же поэтому поддержите меня девчонки все с вами была Елена Россия Забайкальский край пока всего хорошего